Как ученики IT-школы в Санкт-Петербурге отправляют роботов в бой. Точно в цель. Небольшой, но проворный робот ловко преодолел полосу препятствий и метким выстрелом опрокинул мишень. Санкт-Петербург, спорткомплекс военной академии связи им. Буденного. Я болельщик на роботехнических соревнованиях. Военная академия уже это настраивает на серьезность ситуации. Здесь в игрушки не играют. Но если вы сейчас представили киборга с устрашающим лазерным взором и плазменным ружьем, то это не так. Робот крошечный, почти игрушечный, да и стреляет посредством резинки. Лазер есть, но он не боевой, а просто цель-указатель. Дело не в размерах робота. С взрослой серьезностью объясняет журналисту подросток в военной форме. И даже дело не в том, чем он вооружен. Вооружение можно поставить любое. Состязание роботов это оценка их функциональности. Еще важнее заставить одних роботов производить детали для других. Ну и, конечно, совершенствовать их интеллект. Минус. В России выяснит, как цифровая среда влияет на поведение детей. Когда подросток что-то объясняет взрослому, то в этом всегда есть что-то непривычное. Но здесь и сейчас это уместно. Я в особом месте. Здесь собрали одаренных детей математиков и физиков со всей страны. На территории Питерской академии связи построили четырехэтажный комплекс из жилых и учебных блоков. На первом этаже столовая и зал для собраний. На втором и третьем учебные классы. На четвертом жилые помещения. 80 вундеркиндов живут в комфортных условиях. Мы не называем учащихся не вундеркиндами, не гениями, вежливо, но строго одергивают педагоги. Школа гениев это название вы, журналисты, придумали. Правильно, кадетский корпус, школа IT-технологий. Несколько лет назад настал министр обороны легла докладная записка. Предложение о создании школ для особо одаренных детей. Сергей Шойгу дал добро. Результат. Три школы построили по единому архитектурному проекту менее чем за год. В Воронеже при военно-воздушной академии открылась кадетская инженерная школа. В Санкт-Петербурге кадетская спортивная школа при военном институте физической культуры. А первая была та, где подростки сейчас меня учат азам робототехники. Получается, что питерская школа IT-технологий старейшая из трех. Хотя, конечно, забавно так называть учреждение, первый набор в котором произвели 1 сентября 2015 года. Впрочем, история пишется здесь и сейчас. Когда-нибудь нынешних ребят пригласят сюда на юбилей, а молодежь будет уважительно шептаться, это же ветераны первых выпусков. Здесь обучают юноши в 10 и 11 классах по программам среднего общего образования, но обеспечивающих профильную физико-математическую подготовку. Программы доп. образования направлены на развитие способностей в области физики, математики и информационных технологий. 17 учебных классов, оснащенных интерактивными мультимедийными комплексами. Минус. Видео. Упряжка из 10 роботов собака отбуксировала грузовик. Главный критерий отбора, конечно, способности к техническим наукам. Но раз это проект Минобороны, то преимущество у сирот, детей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена и Славы, ветеранов воинской службы. Учатся также сыновья погибших военных. Впрочем, никакие заслуги родителей не избавляют от сдачи экзаменов, математика, физика, информатика, спортнормативов и психологического тестирования. По блату математиками не становится. IT-школьники пользуются всей инфраструктурой Академии, от учетных комплексов до спортивных залов. Я застал ребят на плацу, где они с нескрываемым интересом изучали экспонаты выставки, от стрелкового оружия до современных средств связи. Изюминка беспилотник Орлан-10. Ну и в какой школе-интернате вы увидите реальный беспилотник? Возьмете в руки автомат, а затем на 3D-принтере оттолите деталь для робота собственной конструкции. Легко ли подростку втянуться в военный ритм? Надо ведь примериться с тем, что живешь как солдат. Подъем, прием пищи по распорядку, передвижение строя. Они мотивированные молодые люди, говорит начальник кадетского корпуса Юлия Строумова. Понимают, для чего сюда приехали. Ребята хотят получить как можно больше знаний и навыков, поэтому готовы к такому режиму. Встават в 7 часов утра. У них всего 15 минут на первый завтрак. Да, дома некоторые из них могли не быть приучены к такому режиму, соглашается Юлия Сергеевна. Но уже за первую четверть привыкают. Есть период адаптации. У нас работает психолог. Они 24 часа в сутки в коллективе. Это тоже помогает. При поступлении в эту школу предусмотрены льготы для детей-героев. Но экзамены все сдают на равных основаниях. По блату математиками не становятся до того, как возглавят корпуса школу. Юлия Строумова работала здесь же, была заведующей кафедрой физики Академии. На мой вопрос, не пришлось ли курсантам Академии потесниться, чтобы принять на своей территории такой необычный интернат. Педагог лишь пожимает плечами. У Академии были резервные площади. Для ее школы ничего даже сносить не пришлось. А деликатно. Особо циничные люди, обладатели среднестатистического коэффициента интеллекта, обожают приклеивать к носителям высоких IQ. Обидные ярлыки. Самые безобидные ботаники. В том смысле, ты ему подзатыльник, а он тебе в ответ таблицу бродиса. Как с этим дело в школе? Оказывается, кроме математики и физики, здесь достаточно времени отведено на спорт. Есть секции борьбы, легкой атлетики, спортивного ориентирования. IT. Старшеклассников учат стрелять и вести рукопашный бой. Парни регулярно участвуют и получают призы на спартакиадах Минобороны. Педагоги по физподготовке предложили ребятам самостоятельно выбрать и заказать портреты людей, на которых им хочется равняться. Минус. Пермские робототехники показали андроида Алексов Сколкова. Люди сами выбирают свою судьбу. И ни в коем случае их в военные вузы не загоняют силком. У них сформирована внутренняя мотивация. Каждый кадет, который выпускается из нашей школы, для себя дорогу видит. Если и не поступают в военные вузы, то только по одной причине – по состоянию здоровья. Но их сразу же, образно говоря, разбирают лучшие гражданские. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Московский политехнический университет, Государственный университет телекоммуникации им. Бонч Бруевича. Сергей Валерьевич, я смотрел статистику поступлений. У вас два выпуска. В 2017 году 71% поступили в военные вузы. В прошлом 73%. Небольшой, но рост. Причем большинство поступают в вашу академию. Да, большинство идут в военную академию связи. Этому есть простое объяснение. Они два года тесно общаются с курсантами. Их учат создавать программы, проектировать игрушечных роботов. А здесь, в академии, они наблюдают подобные разработки, но воплощенные уже в реальных аппаратах и комплексах. Посмотрите на их лица, когда они стоят у реального боевого робота-беспилотника. И хотя большинство идут к нам, но несколько человек с каждого выпуска выбирают иные специальности. А именно, подают документы в военно-космическую и военно-морскую академии. Или даже выбирают карьеру десантников и летчиков. Точка. Если честно, то немного непривычно. Налицо слом стереотипов. Представьте здоровяка-десантника из среды особо одаренных детей в области математики, физики и IT-технологий. Впрочем, а почему бы и нет? Они — это армия будущего. Общество образования филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург роботы. Настоящее и будущее РГ фото.